Приветствую вас, я думаю, что используя слово призвание, вы конечно достаточно громко выражаете, в том смысле, в том смысле, что вам не стоит так глубоко погружаться в то, что может быть является вашим призванием, а может быть не является вашим призванием, потому что вы можете этого просто не знать, к примеру, вот, то есть здесь ситуация она вот такая, для чего нужно в первую очередь определиться с вашими ценностями, с вашими приоритетами и с тем, что вам хотелось бы делать, например, просто так, да, то есть вот чисто ради процесса. Я не думаю, если честно, да, я не думаю, что вы выбрали социальную сферу для своей работы, ну, для, даже может быть не работы, а для учебы случайно. Я не думаю, что вы выбрали это случайно. То есть мне кажется, что у этого есть причины, какие-то. вот, поэтому для начала, я думаю, что именно эти причины вам и нужно для себя определить. То, что вы говорите, по поводу того, что хочется большего, а чего большего? Чего именно-то хочется вам? И разве можно большего достичь сразу? И откуда вы знаете, что есть больше? К примеру, для каждого человека, больше что-то своё. Для каждого человека. И если, например, для вас больше это одно, для другого больше другое. И разве так важно, чего вы добьётесь? Ну, именно большего или меньшего. Это довольно, довольно субъективная история. Куда более важно, на мой взгляд, например, и то, что вы занимаетесь тем делом, которым хотите заниматься. Куда, куда более важно, на мой взгляд, то, что вы делаете, делаете именно то, чего вам хочется. Вот. Разве это не важнее? На мой взгляд, важнее. Понимаете? Какая сторона? Поэтому вы сейчас ориентируетесь на внешние факторы. На факторы, на факторы достижения, на субъективные, ну, потому что это ваши, это ваши субъективные оценки. Чего больше достигла я, а чего меньше я достигла. Тогда как, в действительности, единственное, что служит мерилом того, что вы делаете, это только ваши чувства и ваши интересы. Живой интерес. В соответствии тому, что вы делаете, вашим ценностям. То есть, очень важно, чтобы свои ценности вы привели к определенному знаменателю. Чтобы было понимание, что для меня важнее всего. Что для меня самое главное. Понимаете? Вот это и является самым важным для того, чтобы и предупреждение свое найти, и доводить дело до конца. У вас много интересных интересов, но чем этот интерес обусловлено? Сколько вы готовы заниматься делом просто так, ну, я имею ввиду ради процесса, не за бесплатно, да, не за даром, а именно ради процесса. Каким делом вы готовы заниматься делом? Вот. Ну и, конечно, очень важно в критерии, которые, ну вот, в критерии выбора вашей деятельности, безусловно. Это очень важная история. То есть, вот, то, что вы выбирали, то, как вы выбирали свою работу, для чего и зачем, да, это тоже очень важно. Хочется сказать, что в ваших переживаниях, по поводу того, что вот я, там, ну, учебу заканчиваю, да, и не хочу, как бы, работать по специальности. Вот, ваши переживания, это нормально. Это абсолютно, абсолютно такая нормальная история. Вот. И это даже хорошо. То есть, четко, четко скажите себе, начните от легкого, да, начните с легкого. Что вы точно делать не будете. Вот, совершенно точно, да, что вы делать не будете. То есть, очень легко, соглашитесь, ну вот, понять данную историю. Очень легко, что вы точно делать не будете. И сейчас вы знаете, что вы точно будете заниматься социальной активностью, социальной деятельностью, ну вот. А чем вы будете заниматься? То есть, как бы, для того, чтобы понять, что нужно освободить для этого места. Ну вот. Вы говорите, что вам много интересных, хорошо. А критерии интересных какие? Понимаете? Это тоже, это тоже важно. Вот. Как важно и то, в целом, как к себе вы относитесь, какого вы, к примеру, мнения о себе и так далее. Это тоже очень важная, очень важная история. Поэтому здесь вот, как вы видите, ну я надеюсь, как вы видите, достаточно много моментов, вот, которые нужно рассмотреть. И тогда будет понятно, что вы хотите и что вам делать. Я думаю, решение придет к вам самой в результате вашей деятельности. Вот. То есть, запал. Понимаете, запал, если он пропадает, значит запал ориентирован на цель. Не на результат, а на цель. Точнее, нет, неправильно сказал. Запал ориентирован на цель. Не на процесс, да? Простите, пожалуйста. А на цель, на результат. Именно в этом обработает. Потому что результаты сразу вы не получите. Вот. В этом, в этом и заключается ваша проблема. Ориентированность на результат. Ориентированность, не ориентированность на процесс. Процесс вам, он, как бы, не важен. В данном случае. Вот. Ну, вы посмотрите на, к примеру, вот просто, к примеру, да, на истории людей. Ну. Сколько, сколько-нибудь успешных. Вот. Вы увидите, что эти люди, они ориентировались именно на результат. Ой, тут на процесс, а не на результат. Результат для них был не важен. Вот. Именно, именно по, именно поэтому они добились и достигли того, чего добились. Чего добились. Именно поэтому они, они нашли свое призвание. Вот. С другой стороны, с другой стороны, важно понимать, что, и цели ваши, какими бы они ни были, да, цели. Это тоже очень важная история. В том смысле, что, если вы хотите добиться какой-то цели, значит, это вам нужно. Но только здесь в том, чтобы вы не просто определили цель какую-то, а только в том, чтобы вы определили желание, которое стоит за этой целью. И это желание, в отличие от цели, реализовать можно здесь и сейчас. В целом, я достаточно много встречал людей, которые говорят, что, ну, мне интересно, интересно там очень много всего. Но далеко не всем эти люди были готовы заниматься, ну, скажем так, на постоянной основе. Далеко не всем. Хотя, вот, вот, чисто ради процесса. А пока, да, интересно, да, вот тут прям всё так интересно, ну, так, а-а-а. Вы все понимаете, что это интерес, он, чего он стоит, если он не ориентирован на процесс? Надеюсь, я смог донести до вас свою позицию. Иногда я склоняюсь к идее, ну, к мысли, что нужно чётко определять свой род деятельности в контексте ожиданий. То есть, например, вы хотите, допустим, вы хотите, к примеру, заработать, вот к примеру, а плохо ли это, что вы хотите заработать, нет, это нормально, абсолютно нормальная история, что вы хотите заработать, абсолютно нормально, но человеку сложно, к примеру, себе в этом признаться, он не может себе в этом признаться, он не может признаться в том, что он хочет заработать, ну, да, вот по какой-либо причине ему стыдно, вот это, вот. И в итоге человек работает на той работе, которая не приносит ему деньги. Но деньги нужны, объективно. это хорошо, если работа денежная и всё удовлетворение приносит, хорошо, а если нет, то тогда, понимаете, момент какой здесь, вот, поэтому тут вот чётко разделите для себя, вот, значит, ну, ваше ожидание от работы. Если хочется заработать, зарабатывайте на здоровье, никаких проблем в этом нет и быть не может, если хотите, хотите зарабатывать, зарабатывайте, но не факт, что от этого вы будете получать именно удовлетворение, а удовлетворение вы будете получать от чего-то другого, к примеру, к примеру. Вот и всё. На этом, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.